добрый день значит ведем подготовительную работу значит вот вскрыли значит временный пол здесь будем значит соответственно уже постоянный пол устраивать но после того как вскрыли обнаружили следующую вещь вот я балки пометил балки пометил ну вот конкретно на этой балке видите вот сырость то ли плесень то ли грибок что-то такое нехорошее короче вот одна балка это немножко балка и вот третья балка тоже вот видите вот в этом месте немножко самого с этой стороны нормально с этой стороны плохо и получается у нас из них активно считать то получается 2 3 4 вот сейчас вместе с вами попробуем данную плесень убрать убрать убирать будем отбеливателем как она получится посмотрим завтра но для начала для того чтобы как говорится отбеливателем будет работать самый последний момент самый последний момент почему потому что ну больно уж крепкий запах от него значит сначала мы антисептиком покроем все остальные балки уже будет закрываться в случае еще один раз покрыть и после этого будем отбелить ему вот но вот и со стороны балка хороший видите остальные все хорошие балки почему то вот это 3 неважно эти все хорошие сейчас сначала помажу все значит балки а когда уже подойдем к этим трем будем продолжать вместе работать значит вот эти три балки которые необходимо обработать отбеливатель мы оставили сейчас значит обработали антисептиком все остальные балки но вот перед тем как обрабатывать отбеливателем решили немножко почистить болгаркой вот взяли насадочку такая насадочка она неплохая уже и по работал но для больше уверенности что все у нас конечно получится сейчас вот здесь вот явное явное вот видите повреждение древесины здесь вот это мы и почистим а все остальное ну и это тоже потом будем обрабатывать отбеливателем и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, какой-то результат есть, но нельзя сказать, что очень хороший. Немножко, конечно, убирается, но всё равно что-то осталось ещё. Так, с этой стороны. Ну, здесь меньше. Здесь вот только вот это и всё. Так. Так. Вот это и всё. Ну, на этой балке, возможно, даже сейчас помажем, посмотрим. Возможно, придётся рубанком даже убирать. Ну, не хотела всё бы рубанком, но посмотрим. Ну, вот подошли уже, как говорится, к отбеливателю. Вот отбеливатель такого плана. Как-то я уже показывал, что мы его применяем. Ну, вот ещё, если кто не видел, посмотрите. Так, сейчас посмотрим. Особенность такая. Значит, при работе отбеливателя надо желательно вот эту работу проводить в завершении всей работы. Почему? Потому что если мы сейчас вот здесь вот в закрытом помещении поработаем, после этого дышать будет очень тяжело. Лучше вот в самом конце обработали и после этого, как говорится, после этого отдыхать. Ну, сейчас немножко нальём, по-моему, наливать и будем. Так, вещь такая ядрёная. И вот начнём. Ну, как говорится, она и в глаза лезет, и в глаза лезет, и... Мне кажется, что-то на основе хлора, что ли, блядь. Она, видите, даже шипит каким-то образом. Вот таким образом сейчас мы обработаем это дело. Обработаем. Ну, обработать обязательно надо. Может, все балки-то и не будем, конечно. А вот эти три надо обработать. Хотя вот удивительно, с одной стороны, с этих сторон хорошо. Ну, и внизу тоже помажем. А вот здесь это место, может быть, и два раза придётся. Посмотрим, как и чего. А может, обшивать, наверное, начнём с той стороны. Так, можно будет ещё и в следующий день, завтра, ещё один разочек пройтись. Как говорится, в данном случае кашу масла не испортишь. Вот таким образом. А сейчас я ещё, маленько она подсохнет, я ещё вернусь. Здесь-то вот, хорошее. Вот, малину, как говорится, запах уже ощутимый. И глаза льётся, глаза тоже льётся. Я вот сказал, что эту работу желательно проводить в самом-то решении всех работ, чтобы, как говорится, помазать и отдачать. Это хорошо им работать, отбили руками на улице. На улице нормально. На улице помещение. В это короткое время, это ещё ничего. Это побольше уже чувствуется. Ну, мы будем надеяться, что достойный результат в этом надеяться. Вот, потому что, где будет результат, будем вынимать, вынимать. Ну, здесь уже можно было вынимать. Здесь, как только, все так. Прошло 12 часов. Наблюдаем следующую картину. Но, будет так говорить, что желаемого результата пока не добились. Ну, это, вот, где была чернота, чернота-то ушла. Но, полной зародности мы не добились. Эта балка более-менее нормальная, будем так считать. Эта балка не совсем. Ну, и здесь вот тоже немножко осталось. Что будем делать дальше? Будем делать дальше. То есть, вот, немножко рубанком кинем. Вот, до сих пор эти рубанки, чтобы снизить, и здесь тоже чуть-чуть рубанком кинем. И, под вечер еще раз, еще раз обработаем, обработаем отбеливателя. Но, может быть, еще нет результата, потому что в помещении все же так вот, прохладно, влажно, а вопрос они не до конца высохнут. Не до конца высохнут. Ну, вот, попробуем. А если что, то привезем фен из дома. И феном это дело посушим. Ну, вот, я тут посмотрим, что будет дальше. Попробуем, что подальше рубанком. Что подальше рубанком. А после этого, если что, еще раз сфеном. А может, и так пойдем. Вот, вот, сейчас. Что из этого? Вот, 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 вот. Ну, вот, видим, что вот здесь вот верхняя часть, и положительный результат пошел. А вот здесь вот чернота осталась. Вот она чернота. Вот она чернота. То есть, придется еще разу-два отбиливателем обрабатывать. Как говорится, если была бы доска, просто доску можно было бы убрать. А здесь можно брут. А теперь, да! Играет музыка Играет музыка Играет музыка эксплуатации ну вот результат налицо скажем что вот здесь мы делали три бруса которые были неважны вот 1 2 3 первые два очень хорошо получились получились ну и вот последний тоже нормально получился на немножко след от сырости остался ну соответственно уже не грибка ничего здесь нету чем мы лечили эти брусья но во-первых отбеливатель отбеливатель единственный недостаток конечно он уже не свежий вы покупали года два назад свежий бы получше работал но работает нормально отбеливать очень хорошо и вместе с отбеливателем использовали следующие вещи надо было просушить сначала попробовали вот такой значит промышленный фен ну пропурилил что так бы того фен строительный попробовали неплохо хорошо температура высокая но руками вот водить его очень долго и древесина подгорает неважно вымер что так можно но неважно и после этого значит что-то решили взять вот такой обогреватель вот он с вентилятором стоит вентилятор стоит очень удобно на табуре . поставили его где-то сантиметров 15-20 лет от бруса поставили включили и вот он отлично посушил значит но но значит у кого такая проблема у кого такая проблема лучше эту проблему решать сразу вот если посмотрели отбраковали значит 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 какие-то доски какие-то брус деревянные изделия лучше сразу перед тем как устанавливать лучше его обработать лучше его посушить после этого ставить все до свидания до новых встреч как и Субтитры сделал DimaTorzok